В региональном отделении партии «Единая Россия» второй день ажиотаж. Там принимают заявления от кандидатов для участия во внутрипартийном предварительном голосовании. Сегодня оформить бумаги пришли сразу несколько уральских звезд. Это известный певец Александр Новиков и актриса Юлия Михалкова. Репортаж Ксении Клемаевой. Юлии Михалковой сейчас не до шуток. Актриса хочет баллотироваться в депутаты Госдумы. Обещает, успеет все. И в юмористическом шоу останется, и карьеру в политике построит. Свои силы Юлия Михалкова попробует в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Я считаю, что это очень здорово, что у нас есть такое мероприятие в партии, что «Единая Россия» именно сделала прайморез, где каждый желающий может себя проявить как политический деятель и как будущий лоббист родного края. Лоббировать в Госдуме Юлия Михалкова собралась интересы уральских фермеров. А вот музыкант Александр Новиков не ограничивается узкой направленностью. Сегодня он тоже подал необходимый пакет документов для участия в праймерис. Мне кажется, что я сегодня могу быть полезен своей стране, именно даже не на том, по причине, на котором я проработал всю жизнь в качестве артиста, поэта и композитора. Но я сегодня считаю, что я могу принести большую пользу как руководитель. Кандидатуру участников в праймерис Оргкомитет «Единой России», куда входят партийцы, общественники и журналисты, должен рассмотреть в течение пяти дней. Решение зарегистрировать или отказать определяется голосованием. Кто запрошил голосовать? Принято. На сегодняшнем заседании одобрены восемь будущих участников партийного голосования. Кандидаты поборются за право баллотироваться в Государственную Думу. Через праймерис пройдут и те, кто собрался в законодательное собрание области. Заявления от них начали принимать только накануне. Первым документы подал Анатолий Марчевский. Все мы хотим, чтобы мы жили лучше. И поскольку я уже все годы, все созывы работаю в Комитете по социальной политике, значит эта сфера и будет мной курироваться. На сегодняшний день в региональном отделении «Единой России» зарегистрировали 25 участников предварительного голосования. Это возможные кандидаты в депутаты Свердловского Заксобрания и в Госдуму. Заявления от желающих принимаются до 10 апреля. Все участники предварительного голосования должны соответствовать определенным требованиям. Мы не позволим использовать нашу площадку как трамвайчик, на который можно куда-то въехать. Если люди принимают решение об участии в предварительном голосовании, они, конечно, должны те правила, которые установлены партией, соблюдать. Праймерис – это предварительное внутрипартийное голосование. Оно будет проходить по той же открытой модели, что и обычные выборы. Праймерис «Единой России» пройдет 22 мая. Ксения Климаева, Павел Осинцев, Сергей Кутяшев. События ОТВ.